ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Дай все услышанное на занятиях запомнить, раствори это верою. И пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое, жаждущих слышать благую весть, о родившемся во плоти Иисусе Христе распятым и воскресшем. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Всех с праздником, Благовещение. Сегодня 7 апреля 2019 год. Продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка. Глава 7, с 25 по 30 стихи. Ибо услышала на нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, пала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Ферософеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди. Бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Как мало эта темноязыческая женщина могла слышать и знать о Христе здесь, на севере. Но и этого было достаточно, чтобы она пришла к Нему и своим доверием пристыдила многих. Евангелие от Луки, 7, 25. Что же смотреть ходили вы, человек или одетого в мягкие одежды, но одевающийся, пышно и роскошно живущий находится при дворах царских? Так, мне нужно прерваться, тут опоздавшие просятся. Как же это все неудобно. Так, Рахиль, Загидули, 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 Вячеслав Ткачев, кто-нибудь может, подключите. Я здесь, меня можно не подключить. Рахиль с нами. Чтобы подключить Рахиль, нужно кого-то убрать. Как нужда научает молиться, какая неотступность. Евангелие от Луки, 11, 8. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, став, даст ему, сколько просит. И Лука, 18, глава с 1 по 7 стихи. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Так ли мы молимся? Вопрос. Женщина сверх надежды поверила с надеждой. Что же это такое, сверх надежды поверила с надеждой? Прочтем Ривлянам, 4 глава, с 18 по 21 стихи. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое, и, не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сареного мертвения не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Христос никогда не действует шаблонно, только в кавычках «растяжением» и еще одно слово «верой» удлиняется и растет, и потому необходимо подвергать ее испытанию. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе явлений Иисуса Христа». Вспомним другие случаи, когда Господь требовал послушания веры без видения и без чувствования. Матфея 8, 8. «Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Лукия 17, 14. «Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам, и когда они шли, очистились». Иоанна 4, 50. Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. Иоанна 9, 7. «И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне селам», что значит «послан». Он пошел и умылся, и пришел в зрячь. Господь хочет, чтобы мы поверили Ему на слово. Иоанна 20, 29 стих. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня блаженны невидевшие и уверовавшие». И 2 Коринфянам 5, 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не невидением». Чувства могут прийти потом. Ну, давайте порассуждаем. О чем здесь нам говорится. Говорится о вере этой женщины. Она язычница, она вообще северных народов. О вере, ну, еще хотелось бы отметить ее смирение. Нам бы сказали бы кого-нибудь, псом назови, так это же обидно. Вот. Ну, к слову, сказать здесь написано, «Псы под столом едят крохи у детей». Это было тогда. Сегодня мир перевернулся. Сейчас я мне батюшка недавно звонил, спрашивал, «Сергей, сколько на собаку выделяется денег? Пособие отловил собак, занимался 1600. Сейчас открыл детское пособие, 50 рублей. То есть наоборот, дети едят крохи под столом у собак. Собака священное, животное, дети ни во что. Ну, где-то в каких-то регионах там больше, но вот такую цифру. С 1994 года эта цифра не менялась у многих регионов. Ну, что, у кого есть вопросы, замечания по прочитанному рассуждению, какие? Пожалуйста, рассуждаем поактивнее. не забывайте микрофон включить, если кто-то хочет сказать. Игнать Тихонь, желаете? Ну, все молчат сегодня. Праздник тоже ничего не хотите сказать, да? Вроде все понятно. Трия Павлович, да, все понятно очень, потому что стих, толкование и даже прокомментировать нечего. Если был бы какой-то конкретный вопрос, то мы бы уже могли бы что-то здесь и в свои предположения делать. А сейчас, ну, действительно, все понятно, поэтому, может быть, в следующем стиху перейдем. Принято. А можно вопрос тому, кому все понятно? Вот там сказано, что в начале вера, а чувства потом придут. У вас уже чувства пришли и вера есть, и вы уже второй ступень сразу поднялись, и у вас вопрос нет по этому поводу. Вот у меня лично как раз сейчас такое состояние, что, грубо говоря, я хожу, потому что знаю, что надо. Но чувства уже не ищу, ни на молитве, ни в храме, просто знаю, что надо, и как бы вот, может быть, на эту тему кто-то скажет. Ну, Игнатия Тихонича есть, это тоже читал я. Что делать, если нет никаких чувств? Игнатия Тихонич, вы автор всех произведений, что вы делаете? Пожалуйста, ответьте на вопрос. Игнатия Тихонич, уходит от ответа, нет, давайте, говорит, сами. А никаких чувств быть и не должно, не нужно их искать, эти чувства. Вера есть, но чувства, что за чувства, какие вам эти, во всех должны быть чувствования Христовы, Наталья, правильно замечает, у вас должны быть такие чувствования, как во Христе Иисусе Господе Нашем. А какие очень чувствования мы должны черпать это из Евангелия? Вот. Апостол Павел говорил, что иудеи ищут знамений, а елены при мудрости, а мы проповедуем Христа распятого воскресшего. Это вот здесь можно каких-то, правда, чувствовать, это все не по-христиански, я считаю. Да, я согласен здесь с тобой. Вот. И самый лазер говорит, я в чудесах не нуждаюсь. Поэтому вот эти вот все чувства, отцезания, какой-то вот глухание и так далее, и так далее, это все от лукавого, скорее всего. Да. И рассуждение, брат Николай. Да. Нужно не чувства искать, а написано «Исследуйте себя, верили вы». Не написано… Каким духом вы длились. Да, и написано, не написано «Исследуйте себя, есть ли у вас какие-то чувства». Ну, так же прочувствовала, вот Наталья правильно заметила, у вас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Поэтому, вот, а если нету никаких чувствований, ну, как, позволь, ну, ты сам себя исследуй, есть ли у тебя вера, вот тут, такие же, как… вот что чувствовал Христос, глядя на эту женщину, язычницу. Есть у тебя такие же чувства к язычникам, к неверующим людям? Есть ли у тебя желание спуститься в эту релетку и рассказать о своей вере во Христа, дать эти крошки со стола детей? это иудеи, псы это язычники, а этих всяких язычников море сейчас. Другое дело, хотят ли они напитаться или не хотят, ну, если рассуждать, что никто не хочет, никому это не надо, так ничего и не будет. Господь заповедовал сеять. Да, да, что правит Редя Павыч. мы призваны звать на брачный пир, как вот от притча у Христа. С нас не строится, а строится с тех, кто отказались. Вот так вот толкует сейчас вас. Да, вот поэтому Николай Астахов, ну, нет чувств, не зацикливайся на этом. Да, здесь как бы в толковании написано, что сначала вера, чувства придут потом. Вот, и спрашивают, а вам пришли чувства, какие чувства надо разобраться? У вас должны быть такие же чувствования, как в христе Иисусе. С чувствованиями разобрались, какие чувствования у Христа Иисуса? Читаем Евангелие, черпаем, что он чувствовал при этом? Он увидел ее веру, веру в чем он, в словах увидел, в каких словах? но и псы по столу ведет крохи у детей. Я хочу пусть, я пес, пусть я язычница, пусть там я, ну да, я хочу. у меня беда, у меня дождь беснуется. Ну да, какое смирение еще у человека помимо всего прочего, да? Да. Памят при этом. Вот. Ну и я, как бы, как дрессировщик собак, тут опсах говорится, я тоже это место говорю, у нас в России принят закон, где собака сегодня стала легально священным животным. Ее запрещено убивать и употреблять ее мясо и шкуру. Вот. Закон антиправославный, антихристианский. И это говорится, и это наводит на мысль, что в последние времена, судя вот даже по пособиям на собак и на детей, какие миллионы отпускаются на отлов этих собак, на их содержание, я просто сталкивался с этим. Вот. И какая ненависть у этих зоозащитников, псинозащитников, там сказали, их еще псинобесы называют, они ненавидят детей. У них дети их собаки, они их девочками, мальчиками называют, сыночками. своих детей в утробе поубивали и теперь нянчатся. Да, как правило, это с этим пятки. Сергей, да. А каким собакам дают пособия, которые зарегистрированы, да? Которые по городу бегают по помойке. Нет, нет, на каких дают пособия-то? Которые, я отвечаю, слушай меня, которые бегают по помойке, то есть ее человек отлавливает, привозит в приют и налогоплательщик платит за ее содержание. Государство выделяет на ее отлов содержание 1600 рублей в Алтайском крае. Ежемесячно? Одноразово. Это одноразово. Одноразово. Но ее эти любители животных, псов, языческая секта разрезает, вырезает яичники или отрезает ятро, если это кобель, и отпускает ее обратно. Потом ловят опять, опять 1600. Государство на это выделяет. И так эта карусель может продолжаться, ну, у них как бы две недели, вот это в России. В Европе не так. В Европе поймали, две недели прошло, не нашелся хозяин, усыпили. У нас же мед не нашелся хозяин, в естественную среду обитания. Они при этом каждый день в России от укусов покусанных собак умирает один человек. 380 людей в год в России гибнет от этих псинобесов. Это серия, ты хочешь сказать, кастрировали, да, чтобы они не размножались, да, животные, да? Да, это программа ОСВВ называется, которая принята официально, правда, в Москве и в Санкт-Петербурге восстали настоящие зоозащитники, которые защищают фауну от бродячих собак, убивают этих собак, док-хантеры так называемые. Вот, но сайты этих док-хантеров запретили, их преследуют по статье 245 жестокое обращение с животными. Убил собаку, они требуют тебе смертной казни. Это нынешние псинобесы, зоозащитники вот это вот. Вот во главе у них Ермольник, клоун этот, потом Макаревич, еврей, все они производители кормов дешевых. Им выгодно, чтобы собак не убивали. Корень стилизол сребролюбия. Вот к слову о псах. Так, параллельно. Но у нас на Украине нету этого. Но у вас на Украине есть такой док-хантер Светогор, я не знаю фейк это или нет, ты его недавно видел фотографию с пробитой головой и посмотрел отзывы. Наконец-то эту мразь, значит, что же его не добили, да я бы ноги переломал, да я бы, я бы, я бы, я бы, да я за собаку, понимаешь. Вот так. А он единственный, может быть, который открыт, остальные все в масках боятся за своих детей. Тайно их травят и отстреливают по ночам, потому что тоже у них 200 статья другая есть на Украине. И собак у вас полна. Да, у меня была раз, иду, ну, это зимой десерт, это вечер уже, полуосема, и попадаю, ну, ты же знаешь, я слепой, и захожу, понимаешь, я попал не туда, не по улице, а попал на склад. И оба собак, и понимаю, что я попал в капкан, а у них вот это, это же, оптовый, ну, они же там живут, и у них так, полукругом, поначалу, слабые, 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 а в конец же, самый сильный. И я понимаю, опа, ну, уже все. Но они же потом живут, живут, и все поднимают. Ну, и того, ой, ой, человек, ой, человек, 50 было. Я точно, простите, задняя, и ушел. Давай, не будем, о собаках вернемся к Евангелию. Братья, давайте, давайте, давайте коатрируем занятия, а то у нас коатрируемое занятие получится. Уже так активно версти эти темы, обсуждаем, прям, невозможно. Да, 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 простите, простите, братья и сестры, простите. Вот, ну, и вот вера этой женщины сравнивается с верой Авраама, то есть, ну, как же так вот, ну, старикую, и сказал, у тебя будет детей, у Сары уже утроба в омертвении. Однако, Авраам поверил. Поверил, и еще здесь говорится о неотступности, то есть, так ли мы молимся, с такой ли мы верой молимся. Вот, часто молитва бывает шаблонная, то есть, человек ходит в храм, и вера не прилагает к своей молитве, как бы, ну, отстоял службу, говорит, отстоял. Какой зашел, такой вышел, если не хуже, даже там, еще может стоял, там, мыслями блуждал, да, кого-нибудь осуждал. Конечно, такая молитва не угодно Богу, и начинается ум вставание, вот у меня нет никаких чувств. А надо не с чувств начинать, а с веры. А если у меня вера в то, что вот Господь силен исполнить мои прошения, а того ли я прошу, и почему Господь не отвечает. Вот Игнать Тихонович говорит, нет ни одной молитвы, на которую бы Бог мне не ответил. То есть все-все желания исполняются. Все-все желания мои исполняют. Да как так, не верю. Но если не исполняют, значит, я верю, что мне сейчас не полезно, чтобы это желание мое исполнилось. Бог-то лучше знает мое сердце. Вернее, что мне полезно, а что мне нет. Все мне позволительно, но не все полезно, апостол говорит. Бог знает. Не надо никогда просить Плацкого, богатства там. У нас какой праздник, и все мирские, что они главное желают? Ну, что главное? С Днем Рождения! Здоровья! Здоровья! А что нам Писание говорит? Страдающий плоти перестает грешить. Вот. Поэтому грешнику нужно не здоровье, а болезнь, чтобы он покаялся, смирился на озре болезни, гордыню свою спрятал, свою ярость топтал, и начал задумываться о смерти, и как это со мной случилось. Вот. Пока смерть в лицо не пахнула, я, как говорится, беда до порога, мы до Бога. Вот она, смертушка, онкоболезнь. А что дальше? Лопух на могиле, и все? Нет. Начинаешь тогда уже искать Бога. И вот. Апостол Иван в первом послании хорошо очень говорит о том, что христиане должны просить у Бога. Ну, давай напомним. Давайте, я сейчас вот эту книжку открою и зачитаю. Ну, у меня вот программа есть, может, ты помнишь, глава стих, чтобы другие тоже видели. говори. Сергей Павлович, это первое послание Иоанна, пятая глава, 13-15 стихи. Так, первая Иоанна, какая глава? Пятая, первая Иоанна, пятая глава, 13-15 стихи. Ну, читай, Сия. Сия написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, верующим в Сына Божия, имейте жизнь вечную, и вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего поголить Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не попросили, знаем и то, что получаем противное от Него. то есть нужно здесь акцент ставить, имейте жизнь вечную, если мы хотим жить вечно, то мы и просим для жизни вечной необходимое. Да, конечно. Бога, богатство, оно, нужно ли просить богатства, если мы знаем, что трудно богатому войти в Царство Небесное, трудно, зачем тогда об этом просить? А тут написано вот же, ясно, что по воле Его просить. Да, по воле Его. Вот. земное богатство все временное, а Господь обещал обетование, то есть жизнь вечную. То есть тут, как бы то ни было, даже вот ты будешь богаче, прожерешь ты там даже 500 лет, но что такое 500 лет по сравнению с вечностью, вечной блага, обетование. Поэтому, когда человек понимает это, то все это суета, суета-сует, как Паломон говорил, это действительность и та. Просить надо у Бога не стесняться даров духовных. Вот я по себе скажу, я не скрываю, я просил мудрости. Есть даже такая, как бы в виде байки. Вот предложили бы тебе мешок золота и мешок ума, что бы ты взял? Ну все, он говорит, конечно, ума, ну не скажешь золото. А ему как бы в шутку отвечают, каждый просит то, чего ему не хватает, то есть подколка такая, подковырка, то есть ты дурачок, ну вот поэтому мать посылал, а я умный, я бы золото просил, у меня ум свой есть. Такое вот самомнение. Это мерзкое у них понятие просто. Ну да, да, да. Поэтому ума не нужно, стесняться просить, написано, блаженные нищие духом, то есть которые ощущают себя слабоумными, ну соглашаются с этим, тогда Бог даст. А которого само мнение, что да что ты меня учишь, да я самый умный, да кто-то такой, ну ничего, отдастся, отнимется даже то, что думает иметь этот человек. Игнать Тихонович говорит, чем больше я читаю Библию, тем больше я ощущаю свое, ну так скажем, что я так мало знаю, казалось бы, наоборот, чем больше человек познает, тем больше знаю. Нет, у Библии, она такая особенность, у него есть. Чем ближе мы к Богу, тем сильнее ощущаем свое недостоинство. А гордеться, он очень далеко от Бога, ему Бог не нужен, ему помощь не нужна, он сам. У нас сегодня был общий случай, сестра одна потеряла веру совершенно, и пришла, и попрощалась, единственная за всю историю общины по-хорошему, она поблагодарила, и минут 10 она что-то колобродила, кораблодила, я уже устал ее слушать, я говорю, конкретно говорю, ты веришь, что бес есть? Она говорит, нет, беса нет. Все, веры нет. Самая большая победа дьявола, доказать, что беса нет. А все началось с самомнения, а я, а я, а я думала, а я размышляла, а я, а я, а я, а зачем, тебе было думать и размышлять, Игнатихич говорит, когда все уже обдумано святыми отцами, размысленно, истолкованно, тебе осталось только принять верою, а не веря, а я, а у нее не веря, а кто тебе вселил это сомнение? Я сама. я сама поняла, я сама поняла, что святые отцы неправы. Ну, понятно. Вот и все, вот и я сама. То есть, описание говорит, отвернись себя, возьми крест свой, то есть, приготовься, что тебя будут дурачком называть, сумасшедшим, куда ты пошел за каким-то распятым, да ты че, зачем тебе-то, ты живи и радуйся, наслаждайся, один раз живем. Сатана говорит. Если человек не верит, что это сатана, он говорит, да это я сам до него додумался, они дураки, там ходят, молятся, что-то выпрашивают у Бога. А что мне его выпрашивать, у меня все есть. Она говорит. За что мне его благодарить, он мне все дал, вот если бы я просил, а я никогда ничего не прошу. Это сатана прямо из ее воздуха. У меня все есть, зачем мне просить унижаться? Ну она так не говорит, а я уж как бы продолжаю развивать эту мысль. Вот. И многие потерпели кораблекрушение в вере. Скажут, что она была неверующая, нет, она в 12 лет приняла крещение самостоятельно. А потом замкнулась, и вот поэтому наступила депрессия, уныние. Вот ролик скоро выйдет, поэтому советую вам посмотреть. Елена Сокольских. Сергей Павлович, в 13 лет приняла крещение? В 13. Ну, а вместе со мной в 2007 году приняла крещение? Ну, она сказала 12, может быть я, может быть она... А когда ты пришла в вере, в 12, а крещение приняла в 13? Благодарю за поправку. Причем не просто потерпели кораблекрушение, как Павел говорит, а стали враги 30-ти кто добавляет. Вот здесь походят случаи, вот сирия Бабушка, как вы описываете. Но она во всяком случае не поносит, и мы ее даже как бы, ну, поощрили за то, что она смело пришла и по-хорошему. Некоторые уходят тайно, вот, и следите за собой, верили вы. Сатана действует стандартно везде. У меня такое было. Сначала ропот. Первая ступень. Это недовольство. То есть человек недоволен, впал в уныние, ему ничего не нравится, у него депрессия. Ему никто не нужен, он сам себе помнит. Вот. Ропот. Потом он начинает таиться. Сразу же за недовольством он не хочет ни с кого видеть. А Святое Писание нам говорит. А потом бегство. Вот эта вот схема, по которой, если вы заметили за собой, вот я все время чем-то недоволен. Все это вот. Великое счастье быть всем довольным. И великое несчастье быть недовольным всем тоже. Вот. ну вот. И, а Христос говорит, если же ходим во свете, подобно как он во все эти первые анны, по-моему, седьмая глава, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть она себя от этого общения отделила, затаилась. Общения нет, ее никто не обличает. Пытающиеся братья ее обличать и разговаривать, вывести на покаяние, как вот за что меня обвиняют, когда у меня Василий жил, может быть, помните. Вот. Я вытащил из него ключами смертный грех. И он пошел на исповедь, так он потом воссиял, он ходил крючком, он распрямился, у него груз, ну как бы, груз в плеч спал. И меня в этом обвиняют. А зачем ты его вот так? А вот имейте общение друг с другом. Признавайтесь друг другу в прегрешениях ваших. А если в себе затаился, согрешил, а она на исповедь бы, а что я пойду? Вот она у него проскользнула, у него было желание исповедовать грех, но ее никто не подтолкнул. А Игнать Тихонич я похвалил, что я Василия взял и пинками его на исповедь загнал. Некоторых так нужно. Ну а если веры нет, там, как говорится, хоть загоняй, хоть не загоняй, но хотя бы вот этот промежуток жизни он распрямился, как бы вот, может он вспомнит это состояние. А это замужем, Сергей Павлович? Которая ушла из общины? Да. Нет. Ну вот, это, кстати, тоже. Вот многие скажут, что это как бы не важно, но мне кажется, что это очень важно. Нормальная женщина должна быть нормальной замужем, нормального мужика. Конечно, идеально, чтобы он был православным. И все с этого начинается. Да, но понимаешь, у нас православных мужиков раз-два и обчелся. И одна из причин ухода из общины отец вот ее сказал, это мне нужно устраивать мою личную жизнь. Вот. А коли в душе веры искренне нету, то и мужик православный со своей верой он как козь в горле. И это да, конечно. Поэтому ей оставаться в общении и выйти замуж, как наши сестры многие сделали в один момент, вот, за полуверующих, скажем, ну, по-нашему сказать, неверующих. Если бы они были наши, оставались бы с нами. Но так как они вышли от нас, одно обнаружилось, что не все наши. То есть, сестры вышли от нас за вот этими мужьями. Почему бы их мужей-то в общину не призвали? Значит, все, значит, разномыслие. Значит, они считают нас еретиками, сектантами или что-то. А вот святые отцы говорят, что если ты прещение приняла, златоуст, я сам как бы удивился сначала, не принял, что и ты выходишь замуж, а ты прелюбодейка, у тебя жених Христос. Позвольте. Позвольте. Как? Ну все же замуж выходят, христианки. До крещения выходи, приняла крещение, вот он твой муж. Даже если он неверующий, ну не надо его бросать писанием. Поэтому даже златоуст вот такие вещи говорит. Но женщина утлы сосуд, ей нужен наставник. Не подкаблучник, которого все женщины 99% ищут, а наставник. А вот наставников, а мы сами с усами, женщины говорят, хотя усов у нее по природе быть не должно. А я сейчас смотрю у всех, как бы подруг моей мамы, которые мужей под каблуком бежали, у всех усы и борода выросла. Любили командовать мужиками, мужики уже в могиле у обоих, а у них усы и борода выросли у женщин. Вот так вот. Поэтому у нас к сожалению безбожная власть дает свои плоды, где муж и жена равны. Вот, придумали это, это пошло. Небольшое отступление, конечно, мы сегодня делаем, но это тоже, я думаю, интересно. Потому что о вере здесь мы говорим, что вот эта женщина с верой, она не язычница, у верового. И вон Христос напитал пса, а детей оставил от этих иудеев и принял вот эту новую церковь образовала из язычников. А эти иудеи остались при своем мнении, самомнении. А псы вот эти язычники, они вперед вас войдут, царство Божие, мытари и блудники. Вперед вас, кого он имеет своему иудеев, которые Христа не приняли. Вот так. Ну, еще у кого что есть по-прочитанному? Или дальше пойдем? Давайте дальше. Ну да, чувства могут прийти потом. То есть ну вот еще мы ходим верой, а не видением. Что такое вера? Вера, кто может сказать, что такое вера? надо тоже думаю на этом акцент да, совершенно верно. То есть уверенность в невидимом. У этой женщины во что была уверенность в невидимом? То есть бесов не видно, то есть видно их последствия и уверенность не была она была на сто процентов уверена, что бес выйдет. Я по себе вот у меня с сыном еще раз кто не слышал, может повторюсь, у меня с сыном такая же беда вошла, бес вошел конкретно, в дурдом попал. у меня была абсолютно уверенность, что бесы изгоняются только молитвою постом, не как в монастырях учат послушание авиа выше поста и молитвы, выше поста и молитвы ничего нету. Пост и молитва бесы трепещут перед ним злые духи. я веровал три дня не пил не ел постился и бес вышел и я этому свидетельствую и сын свидетеля всем говорю по вере вашей да будет вам. Уверенность в невидимом врачи говорят да нет никаких бесов есть заболевание шизофрения она неизлечима должен человеку пожизненно пить таблетки у меня была диагноз шизофрения у меня тихонечка была диагноз шизофрения не исцелились сразу мурач на меня так смотрит я не верю я посмотрю в одном же дурдоме лежат да конечно да оклеветали но издеваться издевались да беса в нем не было совершенно верно поправочкой я просто диагноз был такой да правильное замечание прошу прощения разговаривали у тебя борода уже была да 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 ну конечно пусть тебя не принимали как нормального человека так по самое интересное то что жена-то у меня не верующая мы разведены так она сына все равно лечила таблетками я с ней разговаривал ты веришь что по моей молитве без вышел она говорит я окна касание стоял на то что беснование таблетками не лечится вы перестаньте их пить она верила в таблетки но и в то что я молился тоже на метро и то и это ну и как ты долго не пили эти таблетки может сейчас пить я не знаю одна таблетка 50 тысяч на месяц врачи засвидетельствовали и он сам он сам увидел но на вязках лежал кидался на врачей дурак был бросала на людей буйная шизофрения он буйный был а потом успокоился глаза прояснились тут явно был явное объяснование и явное успокоение причем таблетки на него не действовали самые мощные самые как бы продвинутые любого любого дурачка эти таблетки как бы эта таблетка это химические наручники химическая смирительная рубашка раньше дураков просто от рубашки то смотрели может быть там фильм то этот какой-то кинокомедия гайдает шурика там в этой рубашке руки за спину то что белая горячка то у него там остаток это правда ей это сестре она не поймет как у меня есть рядом что да это бесноватый да да бед и волна и все то есть ну заметно что человек сумасшедший вот сын скорее всего не постился я потому что был в потеряевке мне мама долго не говорила потом она осозналась я даже вот не не приезжая он был барнауле то есть 150 километров расстояния это лучше я поеду я не врачу просто объявил пост и я понял еще в интернете читал свидетельство исцеленных постов дурачки которые ставили диагноз шизофрания не в интернете то и один на себе свидетельство я тоже в это поверил вот они там тоже там да да доводит и до 7 дней вот и все говорят что лучше без воды и без кто-то там с водой сами себя из под шизофрении исцеляли некоторые боялись что если они перестанут пить психотропные опять у них появится то есть это уже в самом начале врачей то есть врачи их подсаживают на эти психотропные таблетки и поверив таблетки он дурачок как бы пока он таблетки пьет он без его не трогает как только таблетки перестает пить врачам деньги перестает платить без опять его начинает ну сыну восстановился в институте закончил там аспирантуру сейчас работает вот преподает зарабатывает репетиторство до дивно дела его господи так но еще 10 минут у нас есть давайте следующий перекопчик начнем может быть евангелие от марка 7 глава 31 по 37 стихи выйдя из пределов тирских и седонских иисус опять пошел к морю галилейскому через пределы десятиграде привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку иисус отведя его в сторону от народа вложил персты свои в уши ему и плюнув коснулся языка его и возрев на небо вздохнул и сказал ему ефафа то есть отверзись и тотчас отверстся в него слух и разрешились вузы его языка и стал говорить чисто и повелел им не сказывать никому но сколько он не запрещал им они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили все хорошо делает и глухих делает слышащими и немых говорящими дальше идет объяснение к счастью для бедного глухого у него были друзья которые пожалели его и привели его к иисусу несмотря на то что он не мог конечно понять что с ним делали смотрит на небо чтобы овладев вниманием несчастного дать ему разуметь что с ним делается и направить его мысли к богу может быть мы и не всегда понимаем отводит нас сторону и прикасается именно к нашим больным местам и что у него промахов не бывает евангелие то она 13 7 иисус сказал ему в ответ что я делаю теперь ты не знаешь а у разумеешь после и римея 29 глава 11 11 по 13 стихи ибо только я знаю намерения какие имею о вас говорит господь намерения во благо а не на зло чтобы дать вам будущность и надежду и воззовете ко мне и пойдете и помолитесь мне и я услышу вас и взыщите меня и найдете если взыщите меня всем сердцем вашим и 30 глава 12 и 17 стихи ибо так говорит господь рана твоя не исцельна язва твоя жестоко я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих говорит господь тебя называли отверженным говоря вот всего на котором никто не спрашивает 33 глава 6 стих вот я приложу ему пластырь и целебные средства и у врачу их и откроем обилие мира истины какие больные места нашей души вопрос ко всем давайте кто может на этот вопрос ответить или порассуждать у каждого свои но в контексте какую душу христос исцелил здесь что у него были беда какая глухой и косноязычный аминь но здесь это не говорит но в другом месте говорится без немой и глухой а здесь просто глухой косноязычный по нашему сказать глухонемой но тут не написано как бы немой но косноязычный это наверно чон там картавил или заикался не понятно что то когда-то я такая была да ты чё и как ты в чем выражалась а то есть я глухота духовная была не физическая конечно конечно но тут наверно тоже о духовной глухоте идет речь я косноязычестве в плане духовно да нет здесь скорее всего телесное привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку понимаешь ну если бы у него духовное было ну чё ж они они вот так вы сказали ему господь мы ему говорим слова духовные он ничего не понимает да ученики то и еще сами то и не понимали тогда еще половины ничего все время он прикалывается не вери вот поэтому здесь именно глухота и видишь он персты свои в уши ему если у него духовная глухота зачем духовно глухота я уши ни при чем здесь тут сердце окамененное надо было к сердцу тогда прилагать сердце у вас как и не мной ушами не слышите а причем тут сердце и уши если сердце это препона духовному разумению слов божих уши есть он это вы имеете уши и не слышите он не говорит что вы глухие они слышат все прекрасно но когда дело касается духовного не могут вместить себя потому что вы не слышите потому что не можете потому что дела ваши злые им противно сегодня случай был на благовестии сидит мужчина на остановке ну и евангелие раздаю и я подаю евангелие бесплатно о да бесплатно взял их сумку положил ну я дальше пошел прошу прошло где-то минут 20 я сам смотрю женщина сидит читает рядом с тем мужчиной у которого сумка а ольга то мне симонинка то и говорит а тот мужчина когда я женщине давала она уже после меня пошла он не сказал бери бесплатно на растопку пойдет я как на растопку я говорю володя бери камеру пошли подхожу к этому мужчине которому я дал и который говорил этой женщине бери на растопку а женщина то сидит читает перед тем как бросить в печку то может быть я подошел и молча смотрю на него и он не дал мне ничего сказать достает из сумки евангелия и как бы в меня тычет этим забери свое евангелие я ничего не говорил он почувствовал что вот и я ему говорю а зачем вы женщине сказали бери и чтобы бросить в печку и тут вся остановка как без бесилась кроме той женщины которая читает и начали меня гнать я я почувствовал что легион бесов просто вот ополчилась и женщина одна там крашеная сидит вон церковь иди там проповедую это не здоровыми нужду врачи но больные чё ты нам тут ходишь проповедуешь не надо нам ничего ну как что ты пришел время раньше времени мучить нам сота женщина сидит читает вся остановка как бы не приняла и сегодня предлагаю просто нет 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 голову не крутит в разные стороны что нет нет не надо не надо некоторые скажут у нас уже есть вот мальчик сегодня там лет 11 торгует вербочками а ты говорю знаю что за праздник сегодня верно нет нет верно будет через неделю сегодня 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 чего же за праздник то чего же чего даже не знает а тебе вот интересно ты продаешь вербочки то хоть людям бы говорил ну и минут за пять ему объяснила право вербного воскресенья и о благовещении так вы знаете у меня продает подает веточку бит возьмите бесплатно денег не надо мне так приятно я по голове погладил грудь мне не нужно возьми у меня есть а он говорит а можно мне три евангелия я буду продавать вербочки и евангелие тоже предлагать я говорю только деньги не бери за евангелие хорошо вот такая история сегодня приключилась жаль что володя эту историю не заснял на видео вот ну сейчас запись идет мы что-то послушает и последует примеру вот а сегодня говорите а все прекрасно знают сегодня какое число 7 апреля а рождество когда все знают 7 января а сколько говорю с апреля но я с мальчиком разговариваю по январь три месяца и куда нет с апреля по январь ну посчитали вместе с ним 9 сколько женщина месяца входит беременную 9 я говорю так что сегодня произошло он говорит зачатие он до 11 лет уже понимает все что вот так вот зачался говорю сегодня иисус христос благая весть ангел сказал все девы примешь и родишь сына и нарекут его имя иисус что значит эмануил люди на реку что значит сам с нами Бог вот так иисус значит спасителя а эмануил значит с Бог но мы нигде не видим что его эмануил эмануил просто люди сами про него говорили с нами Бог одни верили что с нами Бог а другие не верили первый уверовал в Петр ты Бог мой и Господь мой сказал и на семь камни на камни веры Господь говорит я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее мир вам с миром это роман фроликов вот я услышал что Сергей Павлович говорит что как бы можно сказать похвалил мальчика и дал ему Евангелие чтобы он дальше продавал получается вербочки и еще имел рядом с собой на виду у всех евангелий то есть я вижу в этом вербочки он продавал он продавал вербочки я его за это не стал порицать он их ходил собирал я считаю продавать не не воспрещено у нас в храме конечно не продают вербочки никто у нас брат едет там наламывает это мы всем бесплатно раздаем вот ну и что что Володь громче братчика при возе потеряете да но одно время там Игорь по моему не важно ну что Роман не так давай не томи да он еще ничего не сказал да подожди да я еще ничего не сказал а меня уже неправильно поняли роман говорит я отвечаю за свои слова а не то как вы их неправильно поняли а мы еще и сказать им ему ничего не дали говори Ромочка говори да да то есть получается что вот этот мальчик он во первых неправильный день продавал ну то есть вообще сам не понимал да и таким же людям которые тоже ничего не понимают раз они покупают в этот день да даже если в тот день вот эти даже в первые воскресенья то есть люди покупают где-то там даже не около храма да даже если около храма им же опять никто ничего не объясняет вот они купили для них это как амулет какой-то или не знаю что-то ну традиция там не традиция ну в общем нетолково это действие для них как бы с духовной точки зрения наоборот даже еще может они успокаиваются думают вот еще и больше сделали даже не только помолились не только свежку поставили еще и какую-то вербочку ну вообще там все все хорошо у нас а тут еще Чепелев подожди 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 да сказать то ему что то есть ты считаешь что я поступил неправильно и нужно было мальчику эти три евангелия не давать и прогнать его чтобы он вообще эти не торговал эти вербочки прогонять то зачем не надо прогонять потому что он же не в храме а просто объяснить что ты сам не понимаешь и ты продаешь так как я и говорил таким же令ем который ничего не понимает и получается бессмысленно это просто действие ну а это бессмысленное действие мальчик мальчик пожертвовал вербочкой понимаешь после того как я благовествовал мне пожертвовалось своего кармана это не про Вас я говорю про дальше про то что Вы ему оставили Он остался продавать, и у него эти Евангелия лежат, и люди видят эти Евангелия. У них уже складывается впечатление. А, мальчик какой-то такой, значит, Евангелие церковное, значит, он там все знает, значит, все правильно делает. А если он, значит, не говорит, так у нас рассуждают. А что ты взял, что он будет молчать? Он уже понял, что эти два праздника. А почему ты? Ну, вот Христос исцелил бесноват. Он говорит, а можно я с тобой пойду? Он говорит, нет, иди в селение, расскажи, что сотворил тебе Господь. Он ничего ему не объяснял, он бесноватый был, дурачок. Вообще ничего ему не объяснял. Исцелил его и ушел. Так же я этому дал ему Евангелие, объяснил два этих праздника и ушел. Что я не так сделал? А люди будут думать, а люди... А что за людей думать-то? Они получили слово в вербочку и слово Божие. Я посел, взойдет, не взойдет, не тебе решай. И не мне. Я хочу, чтобы зашло, я дал Евангелие. Ты не хочешь, чтобы зашло, не дал. Я говорю про то, что если ему одному дать, да, другое дело. А то, что если он действительно потом говорил, это другое дело. Я не знаю, вы говорите. Может, вы... Ну, не знаешь. Рассказывал. Вот. Ну, я не говорю. Я просто говорю вообще в общем. Когда вот я знаю, тоже вижу таких вот людей. То есть, вот, вот так. То есть, они потом, конечно, будут о ней рассказывать. Это другое дело. А когда Господь тоже запрещал им говорить, даже этим бесам, которые доденствовали, казалось бы, говорили, вот так. А он запрещал. Ну, это были явные бесы. А это какой же бес, если мальчик у меня сам просит, дайте мне, я людям раздам. Ну, все тут. Я что должен ему? Сказать, ты бесноватый, куда ты морду свою нечистую суешь? Ну, помолчи, пожалуйста. Он хочет... У меня тоже попросит. Роман, оно помолчи. Помнишь, ты хочешь сказать. Но. Это не в наших силах делать это. То есть, он хочет, чтобы не продавали вот здесь церквей. Но. Это не в наших силах. Это надо прийти, всех забрать, выгнать и запретить. То есть, применять силу. Нет. Я вообще не про это сейчас говорю. Вообще не про это. Ну, ну как? Ну ты же, как же, все и дело все правильно. Он дал ему. Он говорит, этот и все. Иван, я дал. И говорит, только Иван, не продавай. А кто захочет, отдай. Все. Все нормально. Он делал все нормально. А ты говоришь, что ты говоришь? Почему он не запретил ему, эти мальчику, продавать? Как он его запретит? Ну вот как он ему запретит? Или всем запретит? Как? Я вообще не говорю про запрет, вообще про запрет не говорю, ну что ты взял, но я тогда вообще не пойму, а что ты вообще говоришь. Но Рома переживает, что сие, когда торгуют вербами и рядом бесплатные евангели, кого-то может соблазнить. И он подумает, что это так и правильно, торговля, ну не в храме была торговля, поэтому действительно, что мне ее запрещать, торгуют он вербочками, но лучше, чтобы он торговал с разумением, чем без разумения. Я дам ему это разумение, он счастлив, довольный остался, ему стало стыдно, что он торговал без знаний, а теперь ему хорошо. Что вы приставили к этой силе, я ничего не боеваю. Ты сам первый начал. Да я вообще просил, вообще ничего не говорил. Сергей, давайте дальше, может быть, время теряем. А вопросы давайте, вот сейчас вопросы, вот Рома вопрос задал, мы пытаемся ему ответить. Так я еще и даже ему не задал вопрос, по сути-то. Задавай, вот Игнать Тихонов сейчас рассудит, кто прав, кто не прав, всем по шее надает, чтобы чужие появились. Задавай. Ну то есть получается, что вот когда продают этими вербочки, люди, те, которые не покупают, они ничего не приобретают. Они наоборот думают, что они вот успокоились, все хорошо у них теперь будет. Вот. Они как не знали, так и не знают. Ладно, мальчик знает, но если он не рассказывает этим людям, они тоже опять ничего не знают. Он, вопрос, вопрос-то в чем? Вот вы не знаете, как немощник. Вот опять, я задаю вопрос, за меня отвечают, получается. Получается, ты задай вопрос, и за меня сейчас отвечают. О, кто задал вопрос, это за мальчика? Кому он вообще задал вопрос этот? Да не только за мальчика. Вообще, это вообще такое происходит, везде такое. Вопроса никакого нет. Но мы знаем, что это происходит, знаем, что это неправильно. Лучше с разумением, чтобы вообще, конечно, не продавали эти вербочки, а благовествовали Евангелие. Вместо вербочек стоял бы мальчик, да Евангелие раздавал. Ну, это в идеале было бы лучше, конечно. Да, а у нас на этом делают идеи, и хорошие идеи. На невежестве людей, конечно. Игнать Тихоевич, ну правильно я поступил, Игорь, анафема мне. Давайте вопросы, которые касаются души. А это через год сожгут, и ничего не будет. А мы тут температуру поднимали. Да, копию ломаем на этих вербках. Проходи мимо, и ничего не видел. Правильно, Тихоевич, все, в серии поступил правильно. Мальчик продавал вербу, а он дал ему, Иванович, и сказал, не продавать, а дал. То есть, сделал благо, ведь православие. Он сделал благо, ведь он все сделал правильно. Да не про это все, а про что было. Следующие вопросы у кого есть, Ром, хватит, уже время, лимит вышел. Еще есть вопросы у других? У меня мирской вопрос абсолютно. Березовый сок собрал, что с ним делаете? Пить, раздай нищем. Нам пришли. Кого собрал, не услышал. Березовый сок, заморозь его, заморозь и пей сам. Полторашку, батюшка заморозит и всю зиму пьет его. Можно добавить туда, что там, Игнать Тихонич. Да ничего не добавляет, он кислый, потом в погребе вкусно пьем. Лучше заморозить, я так считаю. Еще вопросы? Желательно духовные. Ну вот, как пройти мимо, если люди погибают? Кровь их на тебе. Затомните, деяние почитай. На тебе кровь, не сказал, все, не проходи мимо. В каком смысле погибают? Вот и это, в каком смысле погибают? Идут в ад. Бога не знают. Грешат. Разъясните, что значит погибают? Как погибают? Вопрос-то непонятен. Ну как, так же, как и вам затоуз говорит. Нас не читают, не знают. Ну да, нас не читают, ладно, никто не рассказал. Не знают, значит, грешат. Вот грешат, значит, погибают. А говорят, вот сейчас только что. Ну и грешат они, продают эти верочки, покупают, не знают ничего, погибают. И ладно, мимо них пройди, и все. Нет, 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 ты говори пример. Вот ты идешь и видишь, слышишь, то есть пример, говори. Говори, что произошло. То есть пример, чтобы было понятно. Пример из жизни. Что было с тобой? Ну, может быть, Игнать Тихонович имел в виду, что не в твоих силах изгнать всех торгующих вербочками. Ну и невозможно это сделать. Из храма торгующих невозможно изгнать. Ну можно написать там патриарху, там это. Ну надо же реально смотреть. А что делать? Ну, каждому по силе, одному. Бодливой корове Бог рога не дает. Вот у меня тоже был случай, что так же. Меня попросили Евангелие для раздачи. Но я не дал. Я им доработал, говорит, на. Не дал. Почему не дал? Я не дал. Ты побоялся, что они тебя обманут, что сожгут? Нет. Потому что... Я просто там что-то говорил, поэтому я пристал бы. Вот. Потому что... Этот человек был как раз вот такой неутвержденный. Да, я ему рассказал благовесие, но я не знал, будет он говорить, не будет говорить. Или будет что-то свое говорить. Вот я ему не дал. Я не дал только одну книгу для него лично, чтобы он еще больше утвердился. А вот когда утвердится, уже тогда скажешь, что я буду рассказывать, да, действительно. Я его... Что ты будешь... Я проэкзаменую, что ты будешь рассказать, как ты будешь рассказать. Тогда только... Ну, ты рассуждаешь, как это самое. Не знаю. Иногда приходится так. Видишь, что-то делают люди. И как бы не так. А ты подумай. Вот если бы я не проходил мимо, у них как-то сложилось бы дело. Без меня обошлись? Пока я не отвечал, вы одинаково оба ко мне относитесь, и я вас не знаю. Но если двое спорят, и вопрос маловажен, я знаю точно ответ и сделал. Вы высказали его. То одновременно с этим я сразу приобретаю врага одного из них. А быть за двоих одинаково я не могу. И поэтому лучше промолчать. Осталось в прежнем виде. В неспасенном это на спасение не влияет. Вот подходят к Господу нашему Иисусу Христу, два говорят, и вот у нас отец умер, и разделить имение не можем. Ну, вот решают мировые судьи сегодня. Да Господь бы сейчас говорит, чужую-то беду, руками разведу. А Господь сказал, кто меня оставил делить имение? И никто не мог ответить, а кто Христа ставил делить имение? Кто ставил имя чужими вербочками распоряжаться, за которыми надо было ехать, платить деньги за дорогу, найти деньги, нарезать. И то, что ветви на дороге Христу поселали, это было вредно, не вредно, выражало торжество. И вот у нас нет расследших пальмов ветвь, а есть вербочка, она рамы рассветает. И человек достал их. Тот, который купил, доволен, осветил, положил. Они напоминают ему об этом празднике в ходе Господня в Иерусалим. Здесь греха нигде нету. И поэтому мальчик этот сделал все правильное, и ты прошел мимо, поздоровался, и только мог бы спросить, а Евангелие у тебя есть? Если нет, то подарить, сказать, ты смотри, какой ты трудолюбивый. Если мимо тебя пойдет бабушка, у которой совсем ничего нет, ты будешь просить, ты дай ей. Я считаю, вот так бы нужно было сделать. Никакого тут греха нигде нету. Но доброта была рядом. И ей надо было воспользоваться. Вот и все. Мальчик же сам вопросил, три Евангелия взял он у Сергея, и Сергей на вопрос продавал. Вопрос закрытый. Переходим дальше. Что еще? Еще вопросы будут? 15 минут у нас еще есть. В моих годах мое богатство поется так в песне. Вот сейчас я в рулетке, нахожусь уже 70 дней, в чат рулетки, и спробовал разные методы. Мы шаблонами действовали, делали вдвоем. Я засчитал Евангелие, прочитал, а четыре Евангелия их прочитал, крупный шрифт достал. И все менял и менял тактику. Сейчас остановился на таком, что работаю я один, левая рука, смотрю, включать где, на сколько, а потом, когда уже записано, ролик от 30, маленький. Теперь эти этюдики, я смотрю, что оставить, что нет. Вот смотришь, все лежат. Большинство мусульмане. То есть я все рассматривал, видел полуголы где-то. И я с ними разговариваю. Как? Я меняю тактику первый день, как я говорил, и как сейчас, это сравнивать нельзя. Я здесь набрал как бы власть. Вот он, о, дед, здорово, а ты откуда? Я ему отвечаю, я не откуда, где я вчера был там и сегодня. Он мне не может понять. А как это так? Если бы ты спросил где, я бы сказал, город Барнавула, Атайский край, Игнатий Лапкин. Он совсем опешил. А я говорю, что лежишь голый-то? Ну голый. Да нет, я так, наконец-то скачил. Я с лежащими не разговариваю. Они близне к смерти. Но он поднялся, залез на стул и показывает, ну брюки-то на мне есть. Ну теперь ты уже взбодрился. Садись рядом, будем говорить. Понимаешь, расшевелеть надо. А он теперь лежит. Я говорю, чего лежишь-то? А знаешь, почему ты здесь находишься? Ну познакомиться. С кем познакомиться? Вас хитрая. Вонь женщины сбила всех с ног. И вы лежите, как пьяные, одурели. Жребцы в банке. У меня лежит. Рядом Харан лежит. Я его показываю. Вот ваша книга. Ты из ней ничего не знаешь. Чурка с глазами, как вас называют. А он разлыбался. Вот я говорю, почему? Дома у тебя четыре жены, которая разрешила вам ваш руководитель, этот Мухаммад. Четыре. И за каждое надо колым платить. А у тебя денег нет, облудить охоты. И ты пришел на этот счет рулетку, в которую парнишка, двоих изобрел. И ты теперь здесь можешь иметь даром голод 44 женщины. И вот он сходит здесь. Ну вот так и он распетрушил, как он сначала смеялся, а потом замолк. Я его посадую Библию. У нас Коран. Я говорю, Коран. А сам еще не знаешь, каркаешь. Смотри, я открываю Коран, а забатываю, по-аразски считай. А я не знаю. А значит, ты и Коран не знаешь. Ты огорчаешься его руководителя, кто тобой-то, так считай по Евангелию. Вот смотри, как надо поступать. А вам что там написали? У вас спасителя нет, у вас все есть. Как вместе дружа поднять и голову резать, это все изучили. А как спасти душу, вы не знаете. Они уже-то начинают слушать. Дают дальше название своих ресурсов, и все. А они мелькают, и все, а другой, третий, наконец, кто-то остановился. Ну, я начинаю его обрабатывать. Первый день было совсем не так. А сегодня у меня почти уже твердая форма обращения с ними. Игнатий Тихонович, вышел видеоролик, вышел видеоролик. Ласкин, бомба в чат рулетки. Ну, я не хотел посмотреть. Вот сегодня только появилось. Если может кто-то найти, пусть посмотрим. Не знаю, плохой или хороший. Ласкин, бомбит. Бомбит. А, бомбит. А вы видели? Да. Ну и что, плохо сейчас? Нет, нормально. У Игнатия Тихоновича все на профессиональном уровне. Все обкладывает, все как надо. Только учиться, учиться и учиться. И что удивительно, что примечательно, когда Игнатий Тихонович разговаривает с мусульманами, их выделяет то, что они на возраст реагируют сразу же, ну, послушными становятся. И когда речь идет о религии, они сразу серьезными становятся. Это их выделяет сразу. Как бы отличительная черта. Вчера день только начинай говорить. Вот первый, увидел меня и заматерился. Ну, тут я его взял в оборот сразу. Ты мусульманин лежишь? Да. Сколько в возраст? Нет. 35, а они 80. У вас особое почтение, как ты посмел так сказать? Как будто бы я обиделся. Да нет, нет, отец, что вы, я не на вас, я просто там смотрел в сторону. В сторону смотрел, а ко мне слова эти полетели. Я сейчас скажу мусульманам, они тебя похвалят за это? Нет, нет, я не на вас, нет, прости меня, прости. Я говорю, вот ты, это молодец. Русские не говорят прости, обматерил, да еще вдогонку обматерил. У тебя хорошая основания, тебе прямо Христа надо принять, только и жить по Евангелию. Он замолк и слушает. Вот сейчас каждому, каждому по-своему подхожу. Надо быть религиозно-талантливым, как Андрей Кураев выразился. Вот что, затишье перебурит. Давайте. Сергей Козлов. Сейчас рулетку благословил. Помните же? Все. Так, что у вас есть? Давайте, открывайте, пока возможность есть. Да нет, я к слову, знаете, тихо читал, то, что все начало, все, Сергей Козлов сейчас рулетки будут вставать, и вы приняли сапету, я сейчас вспомню, и вот как бы так разрастается, разрастается. На малину, что сегодня исполнилось 70 дней, ну, 20-го, давайте посчитаем, 20-го января умер, 20-го февраля, 20-го марта два месяца, а 20-го тут еще получается, ну, как раз два с половиной месяца. Сегодня у меня вышел с рулетки трехсотый трехсотый ролик готовый, трехсотый, иногда в одном ролике бывает до 15 маленьких ютюбиков. Это работа, большая работа. Все, хоть как, 300 роликов, 300 роликов на чат рулетки уже изготовлено. Игнатий Тихонович, к вам кто-нибудь из чата рулетки в скайп просился уже? Просил, я не совсем понял, повтори, пожалуйста. Из чата рулетки кто-нибудь к вам просился на скайп беседу? Еще бы! Сегодня уже два человека, которые там с таким восторгом, ой, вы встретились, а я уже четыре года на вашем ютубе, да я вот хотел так видеть вас, это ролики уже выходят. Ну вот они плоды, слава богу. О, это новые совсем люди, и они ни слова против не говорят, их узнают, где и сами заходят, и отсюда беседа начинает. А мы сейчас от рулетки встречались, у меня уже сами зашли на наш ютуб, а тут-то я ему все накидываю сколько надо. А если в мой мейл.ру зайдет, тут я вам буквально в скайпе, в скайпе зайдет. Я ему все материалы скидываю, и все, он работает уже. Это не один, не два. Ну а сколько? Ну не знаю, может быть человек двадцать. Пребывание здесь оправдано во всех отношениях. Мы на улице подходим на Евангелие, и пошел ни слова не говоря, здесь я, если он стоит, никуда не торопится, я его пробираю, даю ему Евангелие, читаю. Сегодня один, ну поговорили, хочу, буду что-нибудь читать, а молитву можно, у меня псалтырь крупным шрифтом. Слушай, внимательно, я ему считаю, первый псалом, тринадцатый и девяностый. И ролик этот будет стоять, он уже готовый, сформированный, который у меня состоит из нескольких маленьких этюдиков, я отсылаю в администрацию, там соединяют, я не умею, а который один берет, ну где-то не меньше, как 560 примерно, мегабайт, это уже ролик. 20 почти минут. 20 там поменьше, я уже посмотрел, какой удобнее слушается, больше это не совсем желательно. Вот сегодня у меня трехсотый ролик вышел. Ну и все. Вот я минимум почти по 4 ролика каждый день. По 4, каждый день. Неперерывно два с половиной месяца. Да все, так это рекорд. Да я об этом не думаю, я вижу, люди идут. Конкретно говорю, и которые бывают изругаются, этот ковец надо отрезать матерок. А я его пробрал, нет, я больше не буду, я не скажу, я такой, а я бы по полной катушке уже хочу тогда. Маленькие дети, я его начинаю просто срамить. Ты поганец какой вырос, ты кем будешь-то? Ты маленький, он уже замол, теперь слушает. Я ему не то, что трушку, а я ему, говорится, продавливаю. Камеру поправьте, Игнать Тихович. Возможность дал такую, так поступить с ним, пробрать его. А ну зови отца, мать, родителей нет где-то, я найду их, да я не буду больше, ну вот вопрос другой не будет, давай молиться вместе. Камеру поправьте, Игнать Тихович. Камеру, да? Ну я уже подправлял, мне не надо ее, а тогда голову срезают. Просто я разлегся, разлинился, давайте. Игнать Тихович, у меня вопрос там. Из ныне живущих проповедников вы знаете кого-нибудь, равных себе? Сами с собой неразумно, вы меня куда подгоняете? Пускай, чужой, говорит, голос хвалит, а не ты. Ну хорошо, сильнее. Я могу сказать, что призывать, имею полное право сказать, покажи веру твою бездел твоих, а я покажу и сделаю моих, Яков говорит. Вот и все. Мне радостно говорить об этом, о том, что греши, супергреши, как свинья в кону лежит, считать канон, это никого не привлекает. Надо говорить со властью, как власть имеющие. Ну просто говорю, сейчас рулетки, два с половиной месяца, триста ролика. Вот вот эту цифру где-то найдите в интернете, есть такое или нет. А то я сегодня подбиваю итог, почему трехсотый ролик вышел. А я не думал ни о количестве, ни о чем. Работал, менял тактику и менял ее, может, до десяти раз. Вот у меня лежат рядом псалтырь крупно, отдельно изданный и Новый Завет. Я читал, чтобы не мешали, я выключаю звук. Слышно только мой. Но я глазами не вижу, что в это время кадр-то мелькает. И было так, что промелькнули кадры, такие, которые надо где-то искать, вырезать. Я понял, что одному никак нельзя. Мы с Володей двое тогда начали, чтобы, если он там показывает, что-то непотребное, он там раз выключил. А я пишу в администрацию, отсылай в конце вырезать, концовку. Вот так. А теперь вижу, человека-то рядом нету, я один. Ну, тренировался. Но иногда я забываю включать. А Володя там, как он вовремя подходит, давит мне на кнопку. А разговор-то нужно, почему не записываешь-то? Вот я вижу и... Ну, что? Виноват дурак, сэр. Прости. Балбес, как он говорит, мальчишка. Я рассказываю всем. Советский приехал и говорит, у вас бывает, дети не слушают, сколько угодно. А что делать? А в тюрьму их. Как в тюрьму? Ну, да, с согласия родителей. Сюда нету никакого, говорит. Ну, его берут, допустим, на две недели. Полная программа его там. И вот я, говорит, пришел, а можно посмотреть? Можно. А парень здоровый там в девятом классе. Я, говорит, подошел тебя как звать? Он говорит, каблуками щелкнул. Он говорит, сэр, Джонс звать. Вот так ты. А как ты попал сюда? Он опять каблуками щелкнул, потому что я балбес, сэр, родители не слушаются. Это как судьба человека Михаила Александровича Шолохова. Есть там такая, судьба человека называется. Он уже пришел из немецкого плена, сбежал-то, и тут разговаривает, и каблуками, каблуком, каблуком, щелкнул, слушают. Вот, говорит, вас как выбрисовывают там. С каким-то разговаривает там один офицер в Киеве, мальчик, ну, там учится в седьмом классе, говорит, ты че где работаешь? Да нигде не работаешь. А чем занимаешься? Ворую? Ну, воруешь. А при немцах? При немцах нельзя было, расстреливали. А до немцев? До немцев воровал. Ну, почти немца порою. Вот и вся грамматика. Мы этого делать не можем, но напомнить можем. Вот сегодня только мы... Будет два ролика. Почему? Столпа идет, сегодня причащаются люди, кто попало, как попало с улицы. А у нас так сегодня. Володя там зашел, где запивку дают, а я стою там и в притворе. Я оттуда снимаю, а он оттуда. Я сделал с разных позиций, и как подходят люди. в начале дети, мальчики, одни мальчики, на руках поднесли, за ними девочки, которые в возрасте, там, я не знаю, сколько там лет, до 14. А после этого идут мужчины, взрослые, и женщины. И с двух позиций снимаем показать. Все по одной одеты по форме, в благоговении, с поклонами. Важно это, важно, но это огромный труд. А мы пробовали, ничего не получается. У нас получается, в уставе это записано. Везде мужчинам на первое место, по закону, как положено. Вот, а так смотрят люди, есть что показать. Другое подходит ко Кресту. Вы еще ролик сделали. Как ко Кресту подходит? Икона лежит, и Евангелие. Большое, закованное такое. Специальный спецзаказ там в Софрино сделали батюшке. Подвое входит, два поклона, поцеловали, еще, дальше отодвинулись в сторону, еще один поклон, и к батюшке подходит под благословение, а дальше уже дают проспоры. Все до одного, одинаково все. Ни одного лишнего поклона нету, и ни одного мало. У Сарабрясов, нет, не у Сарабрясов, у Кирилла Сахарова было, он был по-сарабрящески. Так. Столько поклонов, что забудешь, кто кому кланяется. У нас ничего, никакой сложности нету. Два поклона, и поцеловать икону, и Евангелие. И потом отдельно, как раз напротив полтаря, и повернулись в батюшке, так дальше все ясно. Надо не усложнять, и не упускать, не упрощать до обыденности. Даже такое маленькое дело, как к кресту подойти, и такое великое дело, как при счастнице. И каждый чашу поцелует, даже самый маленький ребенок на руках. И как плат подает, и батюшка всех знает, и со всеми занимается. Вот каждое воскресенье дети занимаются, и я это снял тоже. Сейчас они готовят концерт к Пасхе. Я тоже это снимаю, хотя руководитель, кто с ними занимается, говорил, да не надо, это в прежнее время, я говорю, как раз и показать, как вы готовитесь, как она роль распределяет, как ведут себя дети, как заинтересованы. Вот, мы ролики выставляем о необучении на этой неделе, на прошедшей неделе. Мои документы приняли о превращении лагеря в музей. Если это будет одобрено, если это будет завизировано, зарегистрировано, это будет первый за всю мировую историю лагерь. Лагерь жизни. А то, что они показывают в лагерях черепки, разную одежду, это лагеря смерти. Называть вещи-то, умерли, тех никто подражает, не будет. копать я буду на кладбище, может, что-то найдут, а немецкую каску выставлю. А у нас отдельно, вот, без помощи государства, которое не заботится о детях, как должно, как каждый человек, который бедный, как я, как мышь церковная, и как детей этих принять, и как обиходит, и чтобы, ну, все как было, все правильно обдумано, могу показать. И все не договорились, сказали, а где вы себя возьмете такого? То есть, должен быть руководитель, пришли к выводу, что нужно клонировать меня, пустить в тираж. Сейчас такое дело, если показывают, там вот делают, в интернете, и вроде фигура будет, я буду вставать, и каждому говорить, а у меня ответы, там, четыре тысячи, там, сто двадцать четыре вопроса, и вы будете отвечать на любой вопрос. Из этих вопросов-то трудно выйти. Не знаю я, но сорок пять лет, это стаж. Так теперь мы в другом формате, лагерь-то фактически существует, уже третий год будет, уже будет сорок восьмой год. Вот так. Я хочу, чтобы этих лагерей было тысяча хотя бы, и по тысяче детей поднимут, уже миллион. У Николая вопрос есть. У Николая вопрос задавай. Да, Игнатий Тихонович, такое дело, я тут на днях кому-то сказал, из братьев, говорю, вот, такие занятия проходят отличные, приходите, а мне кто-то говорит, да это что, это же Лапкин, он же хулить, все что можно. И сбрасывает мне статью, значит, Дулевич разбирает там, куча ссылок на вас, где вы что-то хулите там, типа. И вопрос такой, может быть, вы уже готовили ответ на эти все обвинения, чтобы не шла? Нет, я отмечаю, все понятно, дальше не надо время тратить. Все я знаю, все это обвинения, все это фальшь. Они мертвые. И ответы, они должны, я говорю, со всех сторон осматривать и смотреть. Я не настаиваю на этом, но у меня есть свое мнение. Я ответил, что означает сегодня монашесство, это смерть жизни. Вот о мощах они там, это показывают где-то, у нас мощи есть, я поклоняюсь, но я сказал, оставьте хоронить мертвецам мертвых, а не копать, выкапывать еще больше, еще хуже. Пусть они вникают в то, что я сказал, а мне не в чем оправдываться. Я сказал наставание, во свете Евангелия, а они по тому, как принято, какие традиции, каждый остался при своем. Но Бог будет судить в 12.48 Евангелие от Иоанна, по слову, которое будет судить в последний день. Мне что им доказывать? Я сказал. У меня есть такое выражение, это, ну у меня выработалось, я его сейчас подплатили, везде выпили, муссируют. Я не хотел крылатые фразы говорить, но они сами получились. Спорит тот, кто ничего не знает, а кто знает, он возвещает. Я отошел, они теперь, вот это да, вот я записал себе, теперь так и дело, я спорил. Мне не надо доказывать, ничего не сказал. Прежде чем сказать какую-то фразу, у меня не сотня, может тысячи часов молитвы, а который спорит, у него ничего нет кроме зависти. Он лопается от зависти, я буду с ним разговаривать, это говорит, зачем мне это нужно. Я его знаю, кто это говорит, из какой там где-то, у него ничего нету. Им характеристику всем Максим Степаненко дал. Выгодит нападает, они его на этого старика, а вы вместе со всем отдельным миссионерским пять процентов не делаете то, что он делает один. А он был и принял крещение у нас. Я не оцениваю себя по процентам, а я знаю, я молюсь, и все делается. Никакой роли себе я тут не отвожу, но естественно, надо знать, какие дети, как говорят. 45 лет, 45 лет у меня было наказание физическое. А как так? Там умирали от этого. Страна, да попробуй, трое ребенка. Один директор приехал из детского лагеря и говорит, я сделаю так, меня поставят сразу. А почему вас не трогают? Я говорю, Бог защита. Без наказания нет, ничего. Нет. Я вам откажу так, что он будет до морковки на заговоре помнить. А как так? Вот так. Мальчики, приехали комиссии, кандидат медицинских наук, врач, прокуратура, детей исследуют в отдельной комнате. Закончилось ничем. Дети, нахват тут избивают. Один мальчик говорит, никто нас не избивает, нас наказывают за наши проступки. Все. А как наказать? Вот вопрос. Иногда это чисто символически. Только создаю удар по камень, по дальничью, сеткой там или крапивой. А мальчику, скажу там, с линями под глазом, проведи, что ты заплакал. Я скажу, беги к умывальнику там, чтобы тебя... Другие это не знают. А другие молятся, он знает. Это нельзя делать. Он ударил девочку, которая моложе его на три года. Я что должен смотреть? Родители мне девочку отдали не для того, чтобы ее долбили здесь. Николай. Еще раз повторяюсь, 45 лет. Как Максим Степаненко говорит, я один раз на одну неделю взял, там сколько-то, человек 10, я с ума с ними сошел. А у меня в среднем каждый год было 108-109. Обидно просто, что там выдержанное из контекста и не пойми, что пишут, Липец. Не касайтесь, бросьтесь. Бросьте, не считайте мусор. Зачем я в чужой блевоте не буду возиться? У них нет ничего. У меня 300 роликов только в чат. Люди подходят, а я буду, мне некогда с ним говорить, он зависит. Придумали миссионерский отдел. Я доказываю, миссионерский отдел ни один человек в мире создать не может. Почему? Потому что Бог это по-другому показал. Благовестнически создавайте, проповеднически создавайте, певчески создавайте. Миссионерский нельзя составить его. Это непосредственно, обхождение в область Духа Святого. Господь 12 посылает, поскольку? По два. Избирает 70 учеников, я говорю, поскольку посылает? И написано, и послал по двое. Вы слепцы. Дальше, а дальше понятно, Варнава с Павлом рассорились. Один берет Марка, а другой силу, опять по двое разошлись. Кирилл и Липония приходят двое, Моисея и Аарон двое. Чего непонятно-то? И семья на двоих стоит. Двое. Мы так и ездили. Два миссионера и шофер, ну и собака. Трое в лодке, говорит, и собака. Вот весь ответ. Я ему не обязан отвечать. Материал дан. Смотрите. Вот мы беседуем. Там, не знаю, как назвать, зал какой-то или что, приемный, место епархии. Там три не настоятеля, благочильных люди. Первый день было на совещании, там батюшка наш там был. Я молчал, приглашено было, настоял на этом, чтобы открыто было. Корреспонденту из газет были, фотографы, снимают на все. Ну, а потом я уже спрашивал. Я молчу. Ни слова. Тогда мой брат Аким и говорит, ну, братья, все рассудили. Вот меня я бы ответил, но у меня опыта никакого нет. Вот, у меня брат, он этим занимается. Может, слово дадим? Да, конечно, конечно. Ну, дали слово. Я его продолжил, один час, десять минут говорил. Секретарь вепархии встал и сказал, отец Сергий Бильярд под каждым словом подписываюсь. Я говорю, вы хотели быть как мы делаем? Да. Я говорю, а мы какие как вы? Мы не хотим быть таким, мы вас вчераимся как чумой болотной. Вот это вошло уже в историю. Это мы говорим в епархии, в епархии московской патриархии. Я бы мог не говорить, а я сказал, ну, а ты знал, какая версия будет, а вот это Бог взял на себя, мне не надо знать. А Ян Креститель знал, что Ежет не примет. Он пророк. Мог знать? Мог. Зачем он говорил? Голова у него была отрублена. Он оставил нам пример. Вот он говорит тут. Я его знаю, слышал. Меня, когда с ним разговаривали, стали просить, не выставляйте ролик до определенного времени. Не выставляйте. Я его не выставляю, они у меня украли, убрали. Ну, мошенники. Вот он говорил. Ну, говорил еще, он говорил. Что говорил, то и осталось. Он может показать общему. Нет. И никогда ему общему не создать. И чтобы в ней был порядок, как у нас, никогда не было и не будет. Я это все считал уже не один раз. И мне не надо ничего это знать. Потому что это мое. Они у меня пляшут вокруг моей колокольни. Пляшут, лают, мочатся. Мне некогда. У меня новое дело. За мной охотников много. Столько стверднапцев. За последние семь месяцев с половиной я посчитал. До восемь даже. Мне пришлось заблокировать. Черный список занести. Девять тысяч человек. Девять тысяч. Еще немножко и будет полная дивизия. Военная. 220 роликов против меня. Это вместе взять патриарха, Осипова, Путина. Против всех меньше, чем против меня одного. А мне некогда. Они бьют в пустое место. Пока он там молотит, это беседа была может года четыре назад. Меня это не касается. Ну он говорит, сказал, что изменилось. Я как обедал, так и обедаю. Как спал, так и сплю. Как радовался с голубями, так и радует. У злого человека голуби не водятся. Вот приговор. А у них голубей нет. У меня три голубя от них в комнате живут. Я уж смеюсь над ними. Я каждый день вожусь с голубями, мне нужды нет. Они жестокосердные, они пожирают друг друга, как Степаненко сказал. Это система такая. Система презрения, лживости. Как они набросят на Головина. Вот удивительное дело. У него ничего и нету. И сына сразу там сняли сам. На Ткачева бросился там этот Дворкин. А сейчас говорят, это предатели. Не я говорю, это им другие подсовывают. Они на меня нападают. Но они вместе взятые малой долей не сделали того, чтобы вызвать огонь на себя, как у меня. Почему они меня не трогают? А ведь в моей книге это уже четыре миссионерских отдела, как они называют, в разных епартиях. Тульская, Новокузнецкая, Кемеровская. Сейчас отдали где-то там даже за границей. И книги из Задесского монастыря переслали Киево-Пещерскую ладу, в центр православия. И уже прошло, как книги им отраслали, пять лет. Могли они хоть слово сказать? А, конечно, книги. Это вот этот, который тут вылазит, говорит, ну, он не может быть выше тех, которых я называю. И они не могут ни одного слова сказать. Я говорю, почему? Мне ответили, они говорят, что, самоубийцы, что ли, что вас вызывать? А они бьют в пустое место. Бьют и здесь, а меня там давно нет уже. Я сказал и ушел. Тут уже другие наработки, другие люди. Игнатий Тихонович прав. Ребята, братья, сестры, не надо смотреть вот эти против ролики, видеоролики, которые против Игнатия Тихоновича. Это сатана нас подстерегает. Я на личном опыте убедилась уже. У меня тоже появился ропот. Слава Богу, я вот покаялась, я увидела ролик о втором пришествии. У меня такое покаяние было страшное, что зачем я вот такие ролики смотрю, которые против моего духовного отца, который меня привел в истину. Поддерживаю. Я то же самое делаю. Я никогда не читаю, не смотрю видеоролики с этой блевотиной. Отец Игнатий, можешь мне задать вопрос такой? Тут над моей головой сгущаются тучи. В каком смысле? Сегодня священник нашего храма допытывался у меня, посещаю ли я православную церковь Украины, которая по канонам Российской Православной Церкви значится как Раскольнической. Если ты посещаешь и вместе молишься, то тогда мы должны тебе запретить причащаться, исповедоваться и все такое. Но я сказал прямо, я посещаю эту церковь, богословские курсы и практические занятия, когда они там проводятся, оставаясь при этом верным чадом Украинской Православной Церкви. Вот такой вот был сегодня небольшой разговор вместе с священником, который решал допускать меня к причастию сегодня или нет. Такая информация. вы делаете свое дело, никакого греха вы не делаете и не делайте с рабами и человеком. Вот говорят, если я буду правильно крестить, меня архиерей запретит. Так вот это нам и не хватает, я говорю, вы не понимаете сами. Кровь христиан была с семеном христианства. Пусть вас запретят таких священников, хотя бы штук 500, штук, и вы увидите, что там будет. Да вы как, каждый попятился назад, похожий, ты боёшься. Какой-то кашлял, там, щихнул и ты уже убежал. Зачем ты брался за это делать, дикредитирую его. Ты сталь перед ними так, чтобы они видели, да, это стоп, защита, они ничего не сделают. Вот я, католики, католики это не ваши, я иду в костел, болюсь, они на меня нападают. Дальше я уезжаю, я подошёл к нему, Анжей его звать, город Томск. Я подошёл под благословение ему. А вам что, своих не хватает? Хватает, хватает, и я благословился, и у меня путь был успешный, и всё. Я только выставил ролик в этот, где я благословляюсь у католического священника, а не по-другому молюсь, он кладёт руки на голову, там, и молится, и он бритый, бритый, и всё, всё к бритому подошёл, выставлять, не выставлять. Я посоветовался со своими друзьями, своей общине-то, и пришёл к убеждению ставить, я вот сразу замок снял с него. Снял, проходит три года, нигде ничего нету. Ложные страхи. А что такое страх? Лишение помощи от рассудка. Соломон так и заглавил. Лишение помощи от рассудка. Это все химеры восстают во мраке тьмой ночной. Надо действовать с ним. А вы считаете, что вас могут отлучить? Тогда, если за это отлучать будут, то не с меня, а с патриарха начнут, салфеевого. Пока до меня доберутся, я уже умру. Ясно. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Да будьте бодры. Вы когда не унывайте, никому зря не отвечайте, не отвечайте им. Делай свое доброе дело. Он отлучит тебя, ну и что? От Христа никто не отлучит. Скорбь, песнота, как Павел перечисляет, никак. Не надо этого бояться. У меня было, что и отлучали, и так же приучали. А потом обнимали, и вот хорошо, что вы никуда не ушли, вот хорошо, что мне некогда думать об этом. У меня новая работа уже. Никто за нее не берется. Она на меня возложена. Я поэтому буду делать, ее кряхтеть, потеть и делать. Я вижу результаты. А у вас ничего нету. Потому что вы не привыкли работать, а вы на готовое сделано нападаете. Повторяю, это моя колокольня. А вы вокруг нее подвижгаете, бегаете, и ничего у вас нету. И еще написано, боязливые, царствие Божие не наследует. А Господь еще сказал Иисусу на вину, будь твердой и мужественной, потому что я с тобой. Аминь. Вот знаете, у меня люди разные. Уехал Роман, я был предыдущим врагом. Где еще под меня не говорят, плохой мне закидывает это с таким торжеством. Но я не смотрю, выкинул и все. Второй здесь, я не вижу, был сегодня, Никита. Никита уехал нейтральный. Его нигде как бы и нету. Виталий Коленников. Этот активный. Вот три человека были со мной, потеряются, и все по-разному относятся. Естественно, что в моих молитвах они все трое. А Виталий в этом участии принимал, там ролики составлял на наших материалах. Вот и все. Три человека и совершенно разное по отношению. А я почему должен требовать так? Один меня испытывает, другой поддерживает, третий размножает. Игнатий Тихонович, Николай когда вопрос задавал по поводу того, что он рассказал о вас, о ваших занятиях, мне кажется, что скорее всего он рассказывал людям, которые уже будучи при патриархии, люди, которые постоянно ходят туда, может быть, на какие-нибудь черепите и так далее. И вот этим людям действительно очень тяжело что-либо донести о вас, к которым уже в патриархии, как вы говорите, такие уже волчатые там есть, и в действительности там лучше, ну, там бесполезно, они вот как бы, а как поп скажет? Вот вы об этом очень правильно говорите, что, а ты получил благословение земные поклоны делать, а ты благословился читать Писание, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому там очень тяжело пробиться, вот я вас тоже засвидетельствую. я им вот что скажу, как-то вышли на разговор со мною духовное чадо Даниила Сысоева, ну, там такой Царионов был, МТО подписывался, просто не выскажешь, как они напали, и что они сделали, в первый раз отошли, а я не выключил свой микрофон-то, а они о чем говорят, я все слышу, они издеваются, хохочут, я ничего не делал, а только стал молиться. И вдруг они такой прокол делают, их как взяли в оборот, там, смирно, все понесли, все, заглохло, замазали, ни одного нету, уже года три. Все, они там везде устраивали драки, выходили к мусульманам, то есть провоцировали, но там на самом высоком уровне, как протянули их, и больше сгинули. А они там эти песни, вот откуда-то кто против меня идет из Тувы, языческие все. Мне некогда заниматься вашими делами, у меня своих хватает. Я бы никогда не взялся за детский лагерь, если бы кто-то подел. Но, однако, я говорю, бывают люди, которым скажут, да ладно, я за это не держусь, пусть убирают. У меня выработка. Немедленно этого человека убирать надо. Раз он не держится за свою должность, он ничего великого не сделает. Я старостный церковный, начальник детского лагеря, и меня никто не может сдвинуть, я не отдам должность свою до тех пор, пока не смогут убедить меня, что он лучше меня сделает. Только тогда отдам, потому что дело верил мне Господь. И в руки в развратителей я никогда не отдам его. У нас вот случай в храме произошел, куда я хожу на этой неделе. Ценные вещи у прихожан стали пропадать. И сами священники, уже будучи поняли, что это делает, вчера объявление было, что человек, будучи, который пришел наивку, причастился, и в итоге украл ценные вещи у своих же братьев. Это вот я к тому говорю, что вы правильно говорите, что недостойно ходит, причащается. Чаще исповедуется, чаще причащается. Чаще исповедуется, чаще причащается. И вот результат этого. Потому что много куврит, причащается, и прочее, прочее, прочее. И вот стратегия маленькая, вы знаете, стенка с нашего храма. То есть свой человек, который постоянно ходил в храм, великий пост, исповедовался, причастился, и в итоге украл у своих братьев ценные вещи. Вот он результат вот этой работы, понимаете. Здесь вы правы, поминь, вот, причина этого, вот она. Потому что допускает тем, кого хочешь, кого угодно. Тут уже некоторые поняли это, говорит, я буду причащаться, как вы говорили, четыре раза в год или еще меньше. Уже доходит наконец. Русские приняли от греков. И никогда больше четырех раз в год не причащались. А златоуз, говорит, не одобряем несчастье, не редкое, а достойное. Некоторые в два года один раз причащаются. Но четыре поста, в каждый пост может причаститься. У нас исповедь идет в другой комнате, совершенно другой. Рядом в другой комнате молятся в это время, каноны считают. Даже это и то. И как подходит, посмотрите, вот выставлю ролики сегодня, как благоговейно. Просто сравните, не отойдет от нашего Ютуба, я постараюсь выставить. Но у меня плохая закачка, один ролик пять с половиной часов закачивается. Про это тоже хотел сказать, что тут многие как-то странно тоже. Зачем на себя брать вот это вот, судить там, достойно, недостойно? Может он на коленках с утра до ночи молится и милости не подает, и потом достойно причащается. Зачем вы на себя берете это? У кого там... Нет, Николай, я то, что вот сам свидетельство видел, человек, который был на причастии, потом зашел в загул и сигарету взял и куриц. Это я свидетельство перед Богом, тебе говоришь, в Галате. Конкретно, что я обозрел. Давид взял жену своего генерала, а его убил. И что дальше? Ну, это уже как бы сейчас самопраздно, Николай. Здесь конкретная ситуация, то, что ни раз, ни два, ни три. Поэтому... Ну, нам судить не надо. Это не наше дело. Да никто не судит. Ну, что ты дал, что кто-то судит. Я просто говорю, что действительно, ты понимаешь, это тебя коребит просто. Ну, коребит, помолись за него. Зачем ты говоришь? Ну, отошел. Помолюсь за него. Но кто-то говорит, я лучше тело твое отам на растерзаниях сам, чем тело Христова недостойно причащающимся. Будаус тоже судит, что ли? Я опасно говорю, уходите. Я этого не понимаю. Зачем это делать? Сами хорошо четыре раза в год причащаюсь. Зачем судить других-то? Возьми себе пример. Так, время, время за указан. Но никто не судит, смертно. Никто не судит, ты просто сам сейчас покуришь. Я куду, ты сам судишь. Да, Николай, курящий он сам уйдет. Мы уже грань полтора часа двадцать пять минут. Нужно помолиться и разойтись. У меня неоконченные дела еще ждут. Молимся. Я могу подойти только от вас сейчас. Давайте поголимся. Я прошу помолиться, которые помогают в краевой администрации Татьяна и Тамара, чтобы дальше они продолжали с таким же желанием, как начали. Выбирайте молящегося, Игнать Тихонович. А? Выбирайте молящегося. Можно отойти ли я? Выбирайте, кто будет молиться. А, выбирайте, кто молится. Я сегодня смотрел тут. Вот кто тут стоит? Вот это кто у нас? Кто это? В шапочке маленькой тут. Красный, это у него рубашка. Дмитрий Лемеш, это. О, Лемеш, вот пускай помолится. Достойно есть окола истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу, Тя, величайшая. Молись, Дмитрий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я благодарю Господа, что когда-то встретил Тихонича через ролики на Ютубе, и Господь подействовал на меня, приложил мне к сердцу Писания, толкования Святых Отцов. Благодарю за знакомство с братьями, то, что каждое воскресенье я могу вот так вот рассуждать об Слове Бога Божьем, беседовать с Пословом Божьим, слушать толкования. Хвалю Господа моего каждый день, каждое утро, каждый вечер. Хвалю за наказание, за добродетель, за то, что Божьи меня одевает, пояс, и прочее, 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 прочее. Благословен Господь всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе. Аминь. Слава Тебе, и похванение. Спаси, Христос. Аминь. Боже, паси Христос. Слава Тебе, Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Боже, паси, 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 боже, ими. Это звери Кубков, духовный сын Игнатия Лапкина. Он трясирующий собак и занят. Знаете, что я вам предлагаю, что нам помолиться пораньше надо. Почему? Потому что вдруг где-то нет этих состояться. Мы целый час же общаемся по скайпу потом. До десяти. До десяти. До десяти.